Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки 5, 27, мы зададимся вопросом, почему Лука не называет Матфея по имени и чему это может нас научить. Сначала мы прочитаем сам этот текст Евангелия от Луки 5, 27 стих. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною». То есть здесь мы сталкиваемся с необходимостью со стороны евангелиста Луки напомнить читателям Евангелия, кем был Матфей до своего обращения ко Христу. Но при этом Евангелист Лука умалчивает собственное имя Матфея, а называет его Левий, относя его к священническому роду. Левий Матфей. Чему это нас может научить? По необходимости раскрытия сюжета Христос назвал его мытарем и увидел мытаря именем Левия. А назвав Левием, как бы здесь евангелист Лука возвысил его в глазах читающих и слушающих, и при этом утаил имя. О чем это? Это о том, что необходимо придерживаться запрета. Нельзя напоминать человеку о его прежней греховной жизни. Если человек когда-то совершал какие-то тяжелые грехи, например, был пьяница, был наркоманом, был кем-то еще, вот надо наложить такое табу на самих себя, чтобы нам ни в коем случае не обозвать этого человека. И если нам придется о нем говорить, надо говорить похвально. Например, кто-то спросит, а правда он был наркоманом? А мы должны, как бы опережая ситуацию, сказать, он такой праведный человек, что даже трудно поверить, что когда-то он был каким-то там наркоманом. такой праведный, такой благочестивый. Говорящий об уже прощенных грехах человека рискует отвечать за эти грехи в день страшного суда. Ну, например, если вы невзначай в пылу обвинили человека в том, что он сотворил что-то дурное. Но это было давно, предположим. Вот те из вас, которые читали «Исповедь беды достопочтенного», там всплыл какой-то грех, который беда сотворил еще в детстве, будучи ребенком. И там какие-то были злобные монахи, не менее злобные архиереи, ему никак не могли простить этот грех. Он вообще стремился побыстрее бы уехать. Но без сомнения достопочтенная беда на тот момент уже осталась с этим грехом. Если он исповедовал его, тем более, если он был крещен, то о каком грехе может идти речь? И человек, который обвиняет другого человека в грехе, да, этот грех был, но обвиняющий не знает, что этот грех прощен. Чем он рискует, такой обвинитель? Тем, что, например, ты обвинил кого-то в блуде, а этот человек уже покаялся. Вот на страшном суде ты будешь отвечать именно за блуд. Или обвинил в краже, а согрешивший покаялся. На страшном суде тебя будут судить как вора. Смотрите заповедь. Это второзаконие, 19 глава, 16-21 стих. «Если выступит против кого свидетель неправедный, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сие человеку, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни, судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему». То есть если по такому обвинению брата там могли прогнать или побить камнями, вот теперь это надо сделать обвинителю. «И так истреби зло и среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Напоминаю, это книга «Второзаконие», «Закон Божий», 19 глава, 16, 21 стих. А теперь посмотрим, что пишет Златоуст. Это его слово о покаянии, слово 35. «Покаяние, тяжкое и страшное для грешника, есть исцеление при грешении, истечение слез, уничтожение неправды, дерзновение к Богу, оружие против дьявола, меч, отсекающий ему дьяволу голову, надежда на спасение, отнятие отчаяния. Оно открывает небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Поэтому я не перестану возбуждать относительно него слов, чтобы ты не отчаивался в грехах, а поступая право, не гордился». И древним отцам приписывается такая фраза «Ты видел, как твой брат грешил, но ты не видел, как твой брат каялся». И если после этого человек посмеет в чем-то обвинить другого человека, даже если он сам видел своими глазами, что тот вытворял, но он не видел покаяния этого человека, он по полной программе, отталкиваясь от этого обвинения, в действие суда, будет отвечать перед Богом. Едва ли он справится, потому что он не будет думать о том, что в этом надо исповедоваться. А сказано, туда ничто нечистое не войдет. Итак, сегодня мы рассмотрели еще один сложный, трудный вопрос. Подписывайтесь на библейский портал «Экзэгет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых выпусках и берегите себя. Спаси Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!